Легенда Дагестана – это пока рабочее название нового туристического маршрута в регионе. Его разрабатывают по поручению главы Дагестана по аналогии с Золотым кольцом. С проектом уже ознакомились региональные журналисты и туроператоры. Они проехались по знаковым достопримечательностям республики. Побывала в горах и наша съемочная группа. Абдурахим Билалов Даганай расскажет подробности. Ассаламу алейкум. До дорожки можно добраться и до гребня Бархана. После отдохнуть в гостевом домике. Рассчитан он на 10 человек. Неподалеку от него для тех, кто приехал с детьми, создана экотропа, путь мудрой черепахи. Но на этом не все. Репетишки могут посетить и вольерный комплекс для реабилитации животных, где содержится парочка филинов, орел, могильник, бородач, белоголовый сип. Многих из них в скором времени выпустят на волю. Но есть среди них и постоянные обитатели. Камышовый кот, наш постоянный обитатель, появился он у нас благодаря, скажем, браконьерам, попал в капкан. И вот пришлось ампутировать ножку. И вот наш постоянный жилец. Раньше боялся посетителей. Вообще из домика не выходил. А сейчас уже привык. Следующий пункт маршрута – Казбековский район. Сулакский каньон – одна из самых популярных природных достопримечательностей Дагестана. Он красив с любой точки. Но чаще всего влюбоваться на него приезжают в поселок Дубки. Тут сразу несколько мест, откуда каньон предстанет перед вами во всей красе. А в это время в небе будут парить орлы, будто несут невидимый дозор. В этом году очень большое, в прошлом году по мониторингу более 200 тысяч туристов посетило Сулакский каньон. А в этом году, мы вроде бы сезон уже в середине, мне кажется, даже в два раза больше уже посещаем. Очень много туристов. Любуются красотами Дагестана и группа женщин из разных уголков России. Прибыли они в регион на день рождения своей однокурсницы. Уже успели побывать на нескольких турческих объектах. Мы в восторге от Дагестана. Мы восхищаемся ежеминутно, ежесекундно красотами. Конечно, пожелание, что надо развивать туризм, потому что мы уже думаем тоже об этом. Тут уже свои планы, шары. Мы не будем, конечно, своим бизнесом. Все очень замечательно. В новый туристический маршрут войдут и объекты культурного наследия Унцукульского района. На пути следования в двух километрах от Гемринского туннеля, самого длинного на территории России, находится Зиарад. Место гибели первого имама Дагестана Газимагомеда. Именно здесь мы и остановились. Об истории того сражения Кавказской войны нам поведал потомок имама. Так глубокую историю Кавказской войны мы не изучали, но проходили поверхностно в школе. Меня на тот момент зацепило произведение Толстого, Хажимурата, поэтому я как-то углубилась. К сожалению, до этого момента я здесь не была. Побывали мы и на мемориальном комплексе общей памяти и судьбы Ахульго. Построен он рядом с горой на месте одной из главных битв Кавказской войны. После отправились в Хузатский район, но по пути сделали остановочку. Так было запланировано. Ведь в Дагестане появились туристические хабы со всей необходимой для туристов инфраструктурой. Здесь можно и подкрепиться, и телефон зарядить. По всему этому маршруту, по поручению руководства начали республики, мы начали устанавливать туристические хабы. Это туристические остановки, где турист может остановиться, получить информацию, покушать, купить ювелирную продукцию. На этом хабе местное население может реализовывать свою продукцию. Сколько таких хабов в Дагестане? Таких у нас будет 10. А сейчас? А сейчас у нас уже запущены 4 и еще 4 на подходе. Брендовый маршрут, который по инициативе главы республики, Министерство туризма сейчас в данный момент уже реализует по республике Дагестан, на самом деле очень важно, потому что он позволяет задействовать несколько районов муниципалитетов сразу, определенное кольцо, туристическое кольцо, и как раз в нем задействуют и многих тех людей, кто задействован в туристической индустрии республики. Эти гостевые дома и предприятия общепита, и гиды, и все вообще, кто занимается трансфером тоже. Силы восстановлены. Делегация отправляется дальше по маршруту. В Хузасском районе побывали на мемориальном комплексе «Белые журавли», посетили дом-музей Гамзата Садасы, заехали и в туристический комплекс «Матлас». Здесь создан новый экстремальный парк. Туристы, которые ищут острых ощущений, смогут испытать себя, соскользнув с обрыва на зиплайн-аттракционе, а после забраться на скалу. Но на этом экстремальное приключение туриста не заканчивается. Необходимо преодолеть еще один рубеж, пройти по этому подвесному мосту, который расположен на высоте 30 метров. Ну что, с Богом! Несмотря на то, что есть страховка, выброс адреналина гарантирован, как только мост начинает расшатываться. Для максимальных ощущений можно посмотреть и вниз. На финише еще одно испытание – железные ступеньки. Я долгие годы занимаюсь спортивным туризмом и экстремальными видами. Непосредственно на этой площадке «Матлас» мы с 2013 года проводим разные экстремальные соревнования. Одно из популярных – это у нас ледолазание, которое мы ежегодно зимой здесь проводим. И так как я вот работал в Альпах и видел очень много такого плана экстремальных аттракционов, построенных в горах, и оно популярно во всем мире для туристов. Это элементы зиплайна, виафираты, каньонинга и многие другие экстремальные, которые мы хотим здесь делать. Мы размещаем наших туристов, наших гостей в частных домиках. Это кунацкие домики, сделанные в стиле тех времен, как жили наши предки. Это село Цада, село Хунзах, Батлаич, Сиух, Хариколо. Новый кольцевой маршрут «Легенды Дагестана» создается по поручению главы региона Владимира Васильева. В него войдут более 100 объектов культурного наследия и охватит около 10 районов республики. Для того, чтобы преодолеть все это, туристу может понадобиться почти 7 дней. Созданы будут в рамках этой программы и лайт-версии «Легенды Северного и Южного Дагестана». Схемы маршрутов, места туробъектов, остановочные пункты – все это будет и в мобильном приложении. Им отдыхающие смогут в скором времени воспользоваться во время поездки в страну гор. Абдурахим Белаладагана, Ибрагим Магомедов. Время новостей.